Глава 4. Корыстные интересы Ответим на такой вопрос. Кому выгодно, чтобы люди отравлялись? Кому нужно, чтобы они действовали по такой программе? Сама отравление – неприродная стихия. Яд не льется на людей с неба дождем. Отрава сама не подкарауливает человека за углом, чтобы наброситься на него. Производство алкоголя и табака нужно организовать, как и посадку мака на огромных плантациях, транспортировку и хранение интоксикантов. Едоторговцы занимаются этим делом, потому что оно невероятно выгодно. На телеканале НТВ были озвучены любопытные цифры. Себестоимость 50 пачек табачных изделий составляет всего 1 доллар. Бутылка водки обходится производителю от силы в два десятка рублей. Это позволяет получать гигантские барыши. Только в 2013 году жители нашей страны потратили свыше 60 миллиардов долларов на алкогольную отраву. Десятки миллиардов рублей ежегодно отдает российский народ за отраву табачную. Те, кто оседлал производство интоксикантов, купаются в роскоши. Денежный интерес самый очевидный. Но не только ради денег отравляют общество. Интоксиканты сильно снижают умственные способности населения даже в небольших дозах. Залил страну алкоголем, завалил табаком, другой отравой. И можно навязывать отравленному населению любые политические решения. Нет трезвости, нет развлечения, нет разумения. Подавляется воля. Такой народ безропотно примет постоянное повышение цен, снижение уровня жизни, откровенно разрушительные реформы. Он не поймет, как его дурачат. А если и будет о чем-то смутно догадываться, не найдет в себе силы организоваться для противодействия. Ну и, наконец, с помощью интоксикантов можно уничтожить своего врага, ограбить, ослабить или устранить геополитического конкурента. Это оружие, которое имеет множество преимуществ. Когда начинается горячая война, то народ страны, на которую напали, мобилизуется, оказывает сопротивление. Агрессор несет потери. Война, где главная сила интоксиканта, для нападающей стороны безопасна. Ведь жертва подобной агрессии не понимает, что это нападение. Такая война не только обходится для агрессора без потерь, он еще и наживается на продаже ядов. Яркий пример применения интоксикантов в качестве оружия – эпоха опиумных войн. На рубеже 18-го и 19-го веков Британия не могла зайти на китайский рынок со своими товарами. Китайцев они не интересовали. А вот у британцев интерес к шелку, фарфору и другим товарам из Китая был огромный. На приобретение китайской продукции англичане вынуждены были тратить драгоценные металлы. Это их сильно не устраивало. И выход был найден. Британские дельцы начали вести в Китае нелегальную торговлю дешевым по себестоимости опиумом. В 1835 году опиум составлял уже три четверти всего импорта Китая. Страна все так же экспортировала востребованные на мировом рынке товары, а импортировала – отраву. Опиум превратился в инструмент разграбления Поднебесной. Им отравлялись миллионы китайцев всех сословий. Среди солдат, служащих и офицеров это пагубное пристрастие было повальным явлением. Предательство и коррупция чиновников стали обыденностью. Китайский народ был деморализован. Естественно, что власти Китая пытались покончить с грабежом и уничтожением страны. Но две войны в 19 веке Китай проиграл. Империя потеряла территории. Вынуждена была выплатить большие контрибуции и открыть свои порты для европейских торговцев. Опиумная эпидемия заклеснула Поднебесную с еще большей силой. А теперь сопоставим это с некоторыми фактами нашей новейшей истории. В январе 1992 года Джордж Буш-старше в Конгрессе США заявил, «С Божьей помощью мы победили в холодной войне». В той же речи американский президент признался, что был участником закулисной работы по разрушению Советского Союза. Позже соратник Горбачева Яковлев снял с себя маску. Он без стеснения поведал общественности, что целью перестройки был слом советской государственности. «Я сам грешен, лукавил не раз, говорил про обновление социализма, а сам знал, к чему дело идет». Затеянная вскоре после развала СССР приватизация сопровождалась невиданным спаиванием населения. Спиртные изделия появились чуть ли не в каждом магазине и киоске. Смертность в те годы значительно превысила рождаемость. Отношения к народу в тогдашнем российском правительстве, пожалуй, лучше всего иллюстрируют слова Владимира Поливанова. «Я беседовал с Чубайсом, я говорю, вы же создаете революционную ситуацию. Чубайс говорил, вы слишком впечатлительны, не надо думать о народе, ну пусть вымрет 30 миллионов жителей, ничего страшного, родятся новые, эти 30 миллионов не вписались в рынок». Тогда же в Россию были допущены транснациональные табачные кампании. Несколько лет назад Дмитрий Анатольевич Медведев сообщил народу об итогах их работы. «Не секрет, сегодня Россия самая курящая страна в мире. Мы об этом часто говорим. 44 миллиона наших граждан зависят от ежедневной дозы никотина. Подумайте, это треть страны, включая детей. И еще мы второй по объему в мире после Китая. Китай. Где и где мы? Рынок табака. И этот рынок делится между четырьмя крупными иностранными компаниями, каждая из которых пришла в Россию в начале 90-х годов. С 92-го года по 10-й год число курящих женщин выросло в три раза. С 7% до 22 по статистике. Курить больше стали не только молодежь, но и женщины старших возрастов. В мегаполисах сегодня курит около трети женщин, чего никогда не было. А возраст при общении к курению, начиная с 93-го года, снизился с 15 лет до 11. Таким образом, мы неуклонно шли к мировому лидерству по числу курильщиков. И, к сожалению, добились этого результата. Получили этот статус. Страшная цифра теперь. Почти 400 тысяч. Столько россиян мы теряем в год из-за курения. Примерно столько же, сколько живет, например, в Твери. В 2001 году войска НАТО появились в Афганистане. Производство героина в этой стране вскоре выросло в несколько десятков раз и достигло промышленных масштабов. По оценкам экспертов, примерно 1,5-я афганского героина попадает в Россию. Наша страна вышла в лидеры по самоотравлению этим интоксикантом. Ежегодно героин убивает десятки тысяч наших соотечественников, в основном молодых людей. Но и если еще кто-то не знает, практически все пивные компании, работающие в России, также принадлежат зарубежному, в основном западному капиталу. Российская Федерация по уровню самоотравления алкоголем в числе мировых лидеров. А по тратам населения на алкоголь в 2013 году страна вышла на второе место. Иногда сложно определить, где заканчивается один корыстный интерес, и начинается другой. Ядоторговцы, недобросовестные политики и глобальные игроки. Все эти силы действуют как единый слаженный оркестр. Самоотравление навязывается людям с тремя целями. Чтобы грабить их, делать более управляемыми, и, наконец, чтобы убивать. Грабить, отуплять, убивать. Интоксиканты — это деньги, власть и оружие геноцида. Если использовать одно слово, то лучше всего подойдет порабощение. Внедрил в сознание людей программу, отнял у них трезвость и получая рабов. Отравляющийся человек огромные деньги принесет в качестве платы за яд. Легче будет удерживать над ним власть. Ну и при переделе ресурсов на планете теперь можно обходиться без опустошительных горячих войн. Запрограммированные жители покоряемой страны убьют себя в режиме самоуничтожения. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok